Добрый вечер. Мы сегодня проводим очередное занятие для наших заочников группы 25 и 29Т. Итак, у нас сегодня следующее занятие. Если вы помните, на прошлом занятии мы с вами обсудили безработицу и достаточно подробно и серьезно поговорили об этой макроэкономической проблеме. Сегодняшняя наша тема — инфляция. В общем, мы должны с вами разобраться, что это такое, что за экономический процесс, какие меры по предупреждению инфляции, каковы причины, вызывающие инфляцию. Самое главное, мы должны поменьше дать определение, что же такое инфляция. Потом нам предстоит с вами разобраться в основных видах инфляции. И, возможно, мы поговорим о различных воздействиях, как положительных, так и негативных. И основных государственных мероприятиях, направленных на предотвращение инфляции в целом, или же, по крайней мере, на ослабление ее негативных последствий. Презентация у нас сегодня на английском языке, но ничего страшного, поскольку я буду комментировать и объяснять вам совершенно без проблем, мы с вами разберемся. Значит, прежде всего нам нужно понять, какое содержание, какой смысл мы вкладываем, какое экономическое содержание мы вкладываем в слово «инфляция». Ну, наверное, все в свою жизнь где-то как-то на интернете, по телевидению, там где-то в различных источниках масс-медиа мы слышали, знакомы с этим термином, но мало, наверное, кто задумывается, а что же на самом деле представляет собой инфляция. Существуют различные подходы к определению инфляции. Часть экономистов, которые дают определение инфляции, они прежде всего рассматривают инфляцию как увеличение денежных средств, бумажных денежных средств, которые нацелены на то, чтобы компенсировать ослабевшую покупательную способность денежных средств. С другой стороны, инфляция представляет собой ситуацию, когда слишком много денег требуется для того, чтобы приобрести слишком небольшое количество товаров и услуг. В принципе, мы можем это рассматривать как глобальный феномен, поскольку быстро растущие цены на товары и услуги в конечном итоге приводят к снижению покупательной способности, а значит и ценности бумажных денег. Поэтому мы можем говорить, что инфляция – это соединение двух обязательных факторов. С одной стороны, это должно быть увеличение цен, рост цен на подавляющее количество основных товаров и услуг, и параллельно мы должны наблюдать снижение покупательной способности денежных средств, бумажных денег, прежде всего. Если мы говорим об инфляции, конечно же, наверное, нужно немножечко поговорить об происхождении этого слова. В принципе, инфляция происходит от латинского «inflation», что означает вздутие, набухание. То есть неимоверно необоснованное увеличение массы какого-то вещества, которое не соответствует его содержанию. В этом смысле, наверное, определение инфляции, в принципе, от нельзя лучше соответствует экономическому содержанию этого слова. Итак, если мы определили инфляцию, то, наверное, мы должны и поговорить о причинах инфляции, конечно же. Инфляцию могут вызвать различное количество факторов. Совершенно разные ситуации на рынке могут спровоцировать рост цен. Наиболее часто встречающиеся — это, конечно же, наличие серьезного бюджетного дефицита в стране. Другой немаловажный фактор, который вызывает инфляцию — это чрезмерные расходы из бюджета на военные средства, на вооружение, то есть милитаризация экономики. Другим очень сильным фактором, подстегивающим инфляцию, является несоответствие реальной производительности труда существующим, принятым в стране минимальному уровню заработной платы и вообще в целом ставки заработной платы. Другим фактором, очень сильно влияющим на ситуацию в стране и окольным образом провоцирующим инфляцию, является чрезмерная монополизация рынка. Если монопольные компании слишком доминируют на рынке, то в угоду собственным интересам они вынуждают, навязывают высокую, по крайней мере, цену выше конкурентной, выгодную только для них. Это, в свою очередь, подстегивает очередной виток роста цен. Далее. Очень часто инфляция может быть спровоцирована неверной интерпретацией закона денежного оборота, денежной массы. Вот нарушение этого глобального экономического закона, очень часто несоответствие, не следование правилам этого закона, основным требованием этого закона провоцирует рост цен, инфляцию. Что еще можно сказать? Например, мы очень часто говорим о том, что государство должно периодически заботиться о благосостоянии своих граждан и перераспределять доходы путем выплаты различных социальных пособий, трансферных платежей и так далее, с тем, чтобы поддержать относительно равномерное распределение доходов в стране. Но подчас это приводит к тому, что благие намерения приводят к совершенно другому, противоположному результату. И уровень цен всего еще раз подстегивается, инфляция выходит на следующий виток. Вот эти перечисленные факторы во многом провоцируют инфляцию. Как вы сами понимаете, невозможно ограничить экономические процессы от всех этих явлений, поэтому инфляция в той или иной степени неизбежна. С другой стороны, ведь инфляция не всегда является отрицательным процессом. Инфляция подчас, многие экономисты поддерживают эту точку зрения, инфляция подчас выполняет стимулирующую роль. Это незначительные, определенные проценты, показатели темпа роста инфляции, наоборот, стимулирующую функцию выполняют. Они погащают производителей, погащают компании, предприятия увеличивать, наращивать свои производственные мощности, и производить больше товаров и услуг. Если мы говорим об инфляции, то нам очень важно разобраться, как же все-таки определить показатели инфляции. Ведь наряду с основными макроэкономическими показателями являются валовый внутренний продукт, валовый национальный продукт, валовый показатель валового национального продукта на душу населения и так далее. Инфляция также входит вместе с показателем по безработице в основной список макроэкономических показателей. Поэтому нам важно определить, как мы будем считать темпы роста инфляции. Показатели инфляции достаточно непросто посчитать, но в то же время и не так сложно. Для этого нам нужен индекс цен. Если мы располагаем информацию об индексе цен текущего года, а также индекс потребительских цен в основном, хотя может быть и индекс производственных цен прошлого года, то из индекса цен текущего года, если мы вычтем соответствующий индекс цен прошлого года, разницу поделим на индекс цен прошлого года, или как мы его по-другому называем, базового года, а результат умножим на 100%, то мы получим достаточно точный показатель темпа роста инфляции. Существуют различные виды инфляции. Мы их разбиваем в зависимости от различных параметров. То есть классификация может вестись по показателю темпа роста. Классификацию можно ввести, я имею в виду подразделения на виды инфляции, по причинам и теории обоснования происхождения инфляции. Классификацию можно проводить также по характеру развития инфляции, по степени развития и так далее. Мы начнем с вами по базам, поскольку мы уже знаем, как считать темпы роста инфляции. Нам достаточно с вами отследить самый первый вид, слабый или иногда назвать ползущая инфляция. Ползущая инфляция – это порядка 2-3% темпа роста ежегодного показателя. В какой-то степени эта инфляция является подстегивающей, стимулирующей. Она способствует развитию производственных мощностей, стимулирует экономическое развитие, активность. Но если она колеблется в этих пределах, то это вполне здоровая инфляция. Если же инфляция начинает потихонечку расти, достигает 5% и колеблется от 5 до 10%, иногда даже до 20% доходя, то тогда мы говорим о том, что речь идет об умеренной и потихонечку, умеренной в пределах 15%, а вот когда она уже набирает процент от 20 до 200%, то мы уже говорим о скоростной, ускоренной или галлопирующей инфляции. И самые тяжелые виды инфляции, когда показатели состоят уже не из двух цифр, а из 4-5 и более, самый тяжелый вид инфляции называется гиперинфляцией. Это крайне неблагонадежная, неблагоприятная экономическая ситуация, когда инфляция происходит настолько быстро, настолько скачкообразно и не запланированно, что в этой ситуации крайне сложно делать какие-либо предпроднозы. И именно в ситуации с гиперинфляцией бумажные деньги полностью утрачивают свое предназначение и практически стимулируют и провоцируют натуральный обмен. Я уже отметила, что виды инфляции можно классифицировать по разным параметрам. Вот, пожалуйста, второй подход. На слайде он виден, правда, я думаю, мне нужно будет объяснить. Итак, по основным теоретическим подходам, обоснованию и происхождению, инфляция делится на два главных, на два больших типа. Это инфляция спроса и инфляция предложения. Что представляет собой инфляция спроса и что такое инфляция предложения? Инфляция спроса связана с чрезмерным увеличением совокупного спроса на рынке. Когда экономическая ситуация в стране более или менее благополучна, население имеет относительно стабильные заработки, доходы, занятость растет. То есть все говорит о том, что экономика страны потихонечку набирает темпы, то есть движение идет в положительном направлении. В этой ситуации население склонно к увеличению потребления, то есть оно увеличивает свои расходы на основные потребительские товары, различные услуги и тем самым спровоцирует мощный рост, толчок совокупного спроса. Поскольку спрос зависит от субъективных факторов многих, он может одномоментно и очень быстро меняться. К сожалению, подобные ситуации не наблюдаются в предложении. Предложение товаров и услуг связано непосредственно с производством этих товаров и услуг. А производство не может в течение одного, двух, трех дней мгновенно резко увеличить объем производимой продукции. На это требуется время, на это требуются определенные ресурсы, сырье, энергия, топливо и прочее. Поэтому вот когда происходит такой одномоментный резкий внезапный скачок совокупного спроса, предложение не поспевает за этим спросом. И в такой ситуации возникает на рынке инфляция спроса. То есть добрая инфляция, положительная инфляция. Спрос увеличился, а производители не поспели за этим быстрым спросом, и резко цены вскочили. Но как только предложение нарастит собственные мощности, догонит спрос, ситуация очень быстро выравнивается. Вот в этом смысле инфляция спроса все-таки более благополучное явление. По сравнению с инфляцией спроса, вторая категория инфляции, так называемая инфляция предложения, она несколько тяжелее протекает, потому что связана исключительно с производственными издержками, то есть непосредственными затратами на производство. Чем дороже сырье, чем выше цена на топливо, на электроэнергию, на основные энергоносители, то тем сложнее и сложнее производить, потому что производство становится значительно дорогим. И в стремлении сократить собственные производственные издержки, многие компании, фирмы, предприятия, многие бизнесмены, предприниматели, они видят выход из этой ситуации только в том, чтобы перейти на режим жесткой экономии, то есть сократить по возможности расходы и тем самым сократить предложение. Вот инфляция предложения, она по-другому еще называется инфляцией издержек, растущих издержек. Растущие издержки вынуждают предприятия сокращать объем предлагаемой на рынке, объем производства и соответственно сокращается предложение на рынке товаров и услуг. Когда спрос на определенном стабильном уровне держится, а предложение резко снижается, в такой ситуации возникшего острого дефицита, обязательно цены на товары и услуги будут увеличиваться, будут расти. Вот такая ситуация известна в экономической теории макроэкономики как инфляция предложения. Я хотела бы, чтобы мы на картинке, на диаграмме убедились в том, насколько инфляция спроса и инфляция предложения могут друг от друга отличаться, принципиально отличаться. На этой диаграмме мы с вами видим две кривые спроса, они голубым цветом указаны, и одну кривую предложение. То есть мы четко наблюдаем ситуацию с внезапно возросшим совокупным спросом. Видите, с уровня АД1 кривая смещается до положения АД2. В результате соответствующий уровень цен изменяется, возрастает с П1 на П2. Очевидно, что такую ситуацию спровоцировало стабильное и не изменившее свое положение, то есть абсолютно не среагировавшее на резкое увлечение спроса совокупное предложение. Вот по этой причине мы имеем две различные точки пересечения, а это означает два различных уровня цен. П2 намного выше, чем 5. То есть на уровне П2 у нас четко наблюдается инфляция. Это классическая ситуация инфляции спроса. Тут мы видим совсем противоположную картину. Это инфляция издержек, или так называемая инфляция предложения. Здесь у нас одна кривая совокупного спроса, вот она у нас АД, и две кривые совокупного предложения. Как мы видим, одна у нас темного цвета, другая красная. Значит, АС это стабильная изначальная ситуация на рынке. Соответствующий уровень цен, вот он, ПЛ1, и объем производства соответствующий. Теперь произошла инфляция издержек. То есть, чем она может быть высвана? Скажем, подорожало сырье, подорожали энергоносители, подорожало топливо. Или, скажем, в стране сложилась такая ситуация, что под давлением профсоюзного движения государство приняло решение об увеличении заработных плат. И таким образом вынудило предпринимателей поднять необоснованно уровень заработной платы своим наемным работникам. То есть, это типичная ситуация. Вот, если вы помните, я указала, одна из ключей инфляции, это несоответствие реальной производительности труда уровню затребованной заработной платы. Вот это то, что мы имеем здесь, увеличение заработной платы. Допустим, один из этих факторов оказал влияние на совокупное предложение. И потребители в надежде на регулирующую роль государства не изменили свои запросы, поэтому совокупный спрос остался на уровне АД. А вот производители в сложившейся ситуации резко отреагировали и сократили свои расходы. Каким образом? Уменьшив объем производства с АС до АС-1. С черной зоны вышли в красную зону. Таким образом, резко подскочил уровень цен с ПЛ-1 до ПЛ красного. Мы это видим, но это оказалось недостаточно. На этом фоне произошло резкое снижение объема производства. Таким образом, вот картинка, которая нам четко объясняет, как протекает инфляция предложения и инфляция спроса. Ну и следующим очень важным моментом являются последствия инфляции. То есть какие какие процессы стимулируют инфляции, к чему она приводит, почему мы все время надеем, что инфляцию нужно контролировать. С инфляцией нужно общаться таким образом, чтобы она не спроводировала скачкообразную, галлопирующую, а потом и гиперинфляцию. Конечно, инфляция в основном имеет негативное воздействие. Ну, прежде всего, это наличие высокой инфляции приводит к тому, что импортируемые товары становятся гораздо более дорогими. Если страна вынуждена импортировать, скажем, основные продукты питания, то вы сами можете понять, насколько серьезная ситуация может измениться. Далее, высокий темп инфляции способствует тому, что население снижает собственные сбережения. Нет смысла хранить деньги, особенно если это бумажные деньги, если в стране происходит сильная инфляция. Люди стараются незамедлительно реализовать, преобразовать бумажные деньги, материальные ценности. инфляция провоцирует серьезное расслоение общества. Богатые становятся еще более богатыми, а неимущие, к сожалению, еще более бедными. Сильный рост инфляции, к сожалению, приводит к развалу денежно-кредитной системы государства, так называемой монетарной системы, потому что от инфляции в первую очередь очень сильно страдает банковская система, особенно если инфляция происходит быстрыми темпами, она непрогнозируемая. Наличие инфляции снижает стимулы у потенциальных инвесторов, она снижает стимулы к инвестиционному процессу в целом, точно так же, как и процессу сбережения. И, наконец, инфляция подстегивает банковские проценты, они становятся все более и более высокими. И, естественно, в соответствии с этим приводит очень часто к повышению ставок налога, доходных ставок налога в основном, или каких-либо других видов налога с доходом предприятий, предпринимателей отдельных физических предприятий. Как контролировать, какие основные средства в руках государства для того, чтобы воздействовать на инфляцию? Прежде всего, это реально продуманная, рациональная, эффективная, монетарная политика, то есть продуманная денежно-кредитная политика. И эта политика должна носить не номинальный характер, а реальный практический характер, а именно все ведущие финансовые институты государства должны незамедлительно следовать основным пунктам принятой государственной монетарной политики. Среди таких традиционных способов контролирования инфляции является снижение общего предложения денег, бумажных денег на внутреннем рынке при помощи регулирующей функции центрального банка страны и взаимодействия влияния центрального банка на коммерческие банки. Помимо монетарных, то есть денежно-кредитных методов существуют также фискальные методы. Фискальные методы это налогово-бюджетная политика страны, то есть манипулирование изменения процентных ставок. Это может быть сокращение расходов государства, которые на данный момент не являются, не представляют собой первую необходимость. Это может быть увеличение определенных видов налогов, это может быть увеличение стимулов призывающих к сбережению, к увеличению сбережения. Это может быть также меры государства, направленные на контроль бюджетного избытка. То есть государство может собирать, принять решение, собирать, получать больше доходов и при этом параллельно снижать собственные расходы. Но главными методами, главными эффективными способами борьбы с инфляцией прежде всего является увеличение производства товаров и услуг. Рациональная продуманная политика, направленная на определение здравого уровня заработной платы в стране. И наконец третье это ценовая политика государства. Ну вот пожалуй все что я на сегодня хотела бы вам представить. Все это очень хорошо написано в тех учебниках которые я вам отправила и рекомендовала. Это наши традиционные учебники. Вы можете использовать учебник Млатова экономической теории. Вы можете использовать переводы с английского языка Мэнкью экономикс. Также Рейфер экономикс можете использовать учебник Журавлевы микроэкономика макроэкономика экономическая теория. А также большое количество интернет ресурсов которые в русском языке находятся в изобилии абсолютно доступно и беспроблемно студенты с ними могут познакомиться. На сегодня все. Мне очень жаль что я сегодня ни одного из вас так и не увидела в своей конференции несмотря на то что мы с вами общались на эту тему но я отправлю это на сайт вашей группы с тем чтобы вы все познакомились с видео уроком надеюсь что завтра мы с вами обязательно увидимся вживую всего доброго прорезе от Продолжение следует...